Вот сейчас вы приехали на море, ехали на автобусе, не парковаться вообще нет, даже в автобусе, потому что машин просто куча, а говорят, что у людей денег нет, короче, все хорошо, у людей, как видите, купаются, у людей, как видите, куча, все купаются, все развлекаются, море у нас сразу не головное, так что кто хочет приезжать, можете спокойно приезжать, приезжать и купаться. Сейчас Сашенька будет прыгать за мячом. А вон наш мячик розовенький, плывет. Правильно, правильно, Саша. Море все-таки прозрачнее стало. Мне так не кажется. Вот, вот это прозрачное. Сейчас мы после моря еще съездим. А сейчас мы находимся на Кирово. Но мы с Кирюхой с работы идем потихоньку. И вот здесь мурал, кстати, мы просто обычно на автобусе проезжали. Вот девочки нарисовали. Видите, посносили дома, получается, вот все рядом, тут был гастроном там, его тоже снесли, там сейчас новый строят. Вот те дома, что остались, там окна вставляют. И мурал этой девочки. Мое личное мнение, что лучше в городе, если рисовать муралы, то более какие-нибудь позитивные. Потому что у людей и так очень большое горе случилось, у очень многих. И когда такое видят, оно, как говорится, еще больше расстраивается и напоминает о плохом. А хотелось бы, чтобы люди вдохновлялись хорошим и думали только о хорошем. Поэтому хотелось бы, чтобы в городе было побольше и хороших, каких-нибудь веселых, жизнерадостных муралов. Сейчас мы приехали на карьер. Например, на карьере сегодня на удивление людей нет, хотя в это время обычно целая толпа. Макс качает надувной наш диван. Раньше это был матрас, теперь это стал диван. Потому что его тупо расперло. Хотя пару раз его покупались на нем. Там вон люди плавают. Тут обычно толпа, кстати, в это время. А сейчас никого, на удивление причем. Быстрее, пожалуйста. Давай! Сейчас мы находимся на улице Кольчанская, 13. Нас попросили приехать. Тут живет женщина. Она, как нам написали, не может оформить пенсию, так как перед войной приехала из Запорожской области сюда, перед войной. Тут макароны такой, сахар там, чай. Ну и вода. Нас Костик будет крышечкой. Там цифер лежит, кирпичи, ведьма, для крыши. Крыша, да, он, вы же видите. Крыша у меня течет, его камня у меня нет. Слушай, мне где-то расписаться надо, потому что я не лезь. Вот вы видите. Пойдите, посмотрите в него. Ну, тут дырка, да, вы к ней? Да, это у меня вообще окно выбитое. Это просто я уже чем могла, я заделывала мне. Капец. Мы хотели вам еще где-то тысячу дать, потому что сами себе что-то купили. Спасибо, ребята, у меня нет пенсии, мне отказали пенсии. Там узнаем, нам написали. Спасибо. А вы тут садила, что вы едете? Вот потолок вот такой. Заходите туда, он сюда иди, там все. Прокори туда. И в следующую комнату туда нужно тоже пойти. Тут получается уже свет есть, а вот потолок прогнил ее. Что это и окон нет вообще. А вы куда заходите в ту комнату тоже. Дырка. А, да, плесень. Это все у меня, я сама садко задевала. Капец, вот окна тоже. Пенопластом, одежалом, вот. А течет вот это, это все течет. Когда дождь, это все, вот все здесь у меня. А шиферы, это... А шиферы я получила, струйматериалы. А бригады, я же не могу сама залезть делать. А бригад нету. Окна, мне вообще отказали. Сказали, что нет такой, сейчас программа закрыта. Программа для вот, чтобы окна делать, нет финансирования. Вот, а вот это у меня все течет. Вот такая одна вот эта комната у меня еще более-менее не течет. Хотя дранты, дранты, дранты. Вот, вы сами видите какую-то залог. А там вообще невозможно. Тут, знаете, как будто со шланги льется. Вот, вот эта комната еще более-менее полула немножко. А так, вот это более-менее у меня единственная комната, которая у меня... Что это вообще вовсе в комнате? Четыре комнаты, а то коридор и кухня. Вот. Там света нету, потому что течет и там все замыкает. И в ванне там тоже все течет. Ну все, все везде у меня течет. Здесь дом? Да, весь дом у меня. Так, в той комнате, ребята, в которой вот... Где вы были, вот в этой комнате, вот эта стена у меня, она вся была пробита. Да, вот посмотрите, просто вам не видно, вот такие вот дырки были. Насквозь. Все насквозь было. И я просто заделала с соседкой, сами как смогли. А тут вот, ну, и весь дом пробит. Вы до войны, да, приехали? А? Вы до войны приехали? Кто? Ну, сюда приехали в до войны, нам писали за порошковой области. Я приехала сюда перед войной. Да. Я тут жила перед войной, дом мой. А во время войны? А во время войны я здесь была. Здесь? Да, я здесь была, соседи в погребе пряталась, и нас там потом с соседями снаряд попал рядом с погребом, и нас завалило. Нас откапывали, да, меня еще балка ударила по голове, и когда откопали, я после этого туда бежали, через дорогу, в эти сгоревшие дома. Ну, сейчас домов этих нету, развалили, там прятались тоже в подвалах. Все, в войну здесь были. Борота у меня пробиты, и гараж у меня пробитый. А кто вас, когда завалило, кто вас раскапывал? А мы сами внутри, там нас завалило, ну, там двое мужчин было, они нас внутри откопали и повытаскивали, ну, соседи вот, через дорогу, наискосок. А потом мы сразу бросились бежать, это ночью было. Рядом соседи через дом, через дорогу. Вот этот вот снаряд огромный к ним попал, и к нам попал снаряд, и они сгорели живьем. А нас завалило. А я всю войну здесь была. Всю войну. Я никуда не, абсолютно никуда не уходила, ничего. Вот этому, вот, до сих пор сдержала. И пенсии у меня нету, я не могу прописать, меня не прописывают, потому что я прописана в Запорожской области. Пенсионный фонд мне отказал пенсии, сказали быть, тут не прописаны, вон пенсия в Мариупольской не положено. Привет. Конечно. Раньше в гуманитарку получала несколько раз еще, когда война, вот это вот все. А потом, когда узнали, что я здесь не прописана, отказали в гуманитарке. Мы побывали у Татьяны Васильевны, ей бы вообще по-хорошему приехать, потому что у нее, ну, хоть и в некоторых местах свет есть, газ есть, вода есть, но все равно у нее крыша течет, там окон нет, ничего нет. Везде паутина, плесень, может, если кто-то занимается этим, мог бы хотя бы помочь перед зимой поставить окна, хотя бы хоть как-то залатать крышу. Ну, вот так вот, нам ее тоже очень жалко, мы обязательно к ней еще приедем. А это, получается, мы спустились чуть ниже, и тут вот так вот, ну, тоже были дома, когда-то были. Вот, тупо осталась одна маленькая стенка, или это был гараж, не знаю, что-то, короче, это было. Тут тоже улица вся побита, здесь были раньше вот там за листво девятиэтажки, их снесли, вот тут дом разбитый, и вообще вот там вот много домов, на камере не видно, все повалены. Вот эта женщина, Татьяна Валентиновна, получается, говорит, что она не может оформить пенсию, потому что она не прописана в Мариуполе. Может и говорить, что прописаться она сюда сейчас не может. Получается, может, кто-то, если этим занимается, если кто-то может помочь, помогите ей прописаться сюда, чтобы она хотя бы пенсию получала, а то ей помогают на пропитание соседи. Жалко просто женщинам, друг, кто добрый, помогут.